Итак, ребята, всем привет, это новая рубрика, и вот, видите, это наши фигурки, давайте сначала пойдём. Да, вот почему-то у меня опять нет управления только. Вот есть у нас конь на Б8, ребята, вот. Да, и мы не должны его трогать, потому что его тогда поменяют, а он должен дать мат. И, в общем, к этому видео будет опрос, и вы скажете, какой фигурой нам дать мат. В следующей партии. Да. А в этой партии мы даем мат, коня у нас Б8. Так, ну, это, кстати, будет тяжелость у вас. Да, я знаю, ты меня не удивил. Нужно отъесть как можно больше материала? Не знаю, мы, наверное, перебарщиваем с нежеланием играть этим тканём, да? Нет, ну... Подумаешь, конь на C6, но он-то не знает, что мы хотим им дать мат. То есть у него нет цели его приговорить? Ну, у него, может, она есть, но не будет идти на всё ради этого. Вот нам уже земнули пешку. Так быстро это прочувствовал. Да. Нам на землю не только пешку. Наши шансы дать пад конём повышаются. Пад конём. Так, ну, на самом деле я думаю... О, нет. Да, что-то будто об этом мы ещё не подумали. Да. Ну ладно, продолжим. Слушай, а что же мы будем делать? Вот он ждёт, он ждёт. Значит, мы должны и это учитывать. Да, мы должны это тоже учитывать. Мы должны каким-то образом играть так, чтобы соперника не было желания сдаться. То есть вот как только она взевает материал, мы должны сразу делать плохой ход, чтобы у соперника появлялась надежда. Ты согласен? Конечно. Надежда это самое сильное оружие. Так, нас... Да, а кем мы даём мат? Конём Б1, да? Конём Б1, да. Да. Так, я лагаю. Уже нет. Так, отлично. Аж 3. Надо было аж 3. Да, вот в позиции такого типа очень открыто и довольно тяжело обойтись без помощи коня. Так, слон G6. И конь Е5. Так, вот этим конём. Надо всем помнить, что именно этот конь должен матовывать. Чтобы не перемутать, не поменять его случайно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ты чувствуешь, он понял нашу идею. Он готов даже ферзя отдать ради смены этого коня. Что тебе делать? Конь, конь Б3? Слушай, ну мы можем рискнуть, да? Да, 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 я согласен. Потому что вот сейчас он, наверное, побьёт слона и мы сможем убрать коня. А может быть, он убьёт коня. Ну тогда нам придётся сдаться. Ну, конечно же, дадим чеку. Конечно, мы дадим, да. Это только нам на руку. Куни-4, на самом деле, мощнейший ход. Который дает максимальный перевяз. Да. Дай его. У него эта идея куни-4 есть во всех позициях. Но он же не будет так играть, потому что это опять тупень. Жизнь его. Я надеюсь. Всего плетет. Нет, ну... Вот это уже очень опасно. Он опять хочет его выложить. А, нет, там Ферзи-3 будет, все нормально. В смысле, он, конечно, сможет его побить, но он-то не знает всей тонкости нашей игры. Почему-то люди так плохо играют в шахтах. Вот это... У Фернера все-таки собирается это сделать. Нет, я не верю. Он не пойдет в Ферзи-2 сейчас, но это не может быть. Если он пойдет в Ферзи-2, мы попросим его взять его охоту назад. И он откажется. Так, ну и что у нас получилось по материалу? Да, вот тут мы должны очень аккуратно играть. Не выигрывать многое сразу. Да, пусть мы не должны там везти Ферзей, что-то вот такое делать. А как вот, как ты себе представляешь? Ну я думаю, что какой-то из парксий нас должна... Вот мы должны как-то поменять ладежь, у нас остался только этот конь, поменять побольше пешек. И сделать... Вот надо, во-первых, по времени просесть. А чтобы он рубил флаг. Да, чтобы он рубил флаг. Вот, видишь, мы начинаем осознавать все тонкости. Б-4, Б-4. Ну я и бегаем помедленно, не чтобы у него были надежды. Это очень важно. Ну нужно же пойти Б-4. Так вот он думает, но мы должны думать очень долго, как будто мы не знаем, как я должен вот перевес в этой позиции. Но мы не можем думать слишком долго, потому что потом мы не сможем, я не смогу соорудить матовую конструкцию просто за слишком мало времени. Так что, ну, а можно уже пойти. Так, пешка на А7 отваливается, на Б7 отваливается. Вот мы не можем ее есть, потому что он сдастся. Потому что когда мы въедем второй ладью на Е7, он захочет сдастся, потому что пешка... А А4 будет проходить. Стоп, ну, а... Так как нам вот выменить ладью? Сейчас мы обе ладьи... То есть мы поставим... Ладью сюда... Нет, вот сюда. Именно сюда, чтобы он... Отлично, он бьет пешку. И сейчас... А, кстати, у нас появляются шансы. Что сейчас мы начнем давать шахи, и конь туда побежит. Мотовать. Стоп, ну, в любой момент может его скинуть. Ладью с нашего коня. Так он-то не знает, что мы хотим дать мат коням. Он, мне кажется, сейчас наживет на волшебную кнопку. Сдастся. Не-не-не, не нажмет. Сейчас мы ладью уберем. Отлично. Да. Мы берем. В общем, мне кажется, что он не склонен сдаваться. Это хорошо. Ниграем какой-то жду. Вот мы должны делать можно больше глупых ходов, чтобы соперник вот начал думать, что у нас не все дома. Ну, пожалуйста. Здорово. И вот он. Ребятки. Вот оно. Вот оно. А, мат в один ход. Он может быть не... Может быть, я надеюсь, что он не захочет сдаться. Потому что очень часто люди в таких позициях доигрывают. Ну, о боже. Да, че-то. Это будет непростой задачей. Итак, мы продолжаем. Жмем на паузу. Может быть, мы будем считать за победу, когда мат этой фигурой... Итак, мы продолжаем. Да. А, у нас конь на Б8, ребята, вы помните? Да, мы будем матовать им, пока он, наконец, не вводится в священную миссию. К сожалению, соперник очень любит сдаваться. Мне кажется, это неудачный соперник для этой рубрики. И это не камбэк. То есть мы не должны так тупо портить позицию, как мы сейчас это делаем. Нет, ну ладно. Ну, ничего плохого нет. Почему ты не пошел в Феста 5? Мне кажется, можно было взять пешку, нет? Какой пешка? Можно было, конечно. Треугольник Ботвинника. Ну, вообще, это немножко на камбэк, похоже, да? Так, ну ладно, 2-0. По-моему, у нас уже выиграла, нет? Обращай внимание, мы держим коня в резерве. Конечно, а как? Ну, я на всякий случай. Это скорее вот не для тебя, для наших зрителей. Да, я понимаю, что ты уже продвинутый. Прожженный. Прожженный мотовальчик по заказу. Все, отлично. Конец по 8. Мотовальчик по заказу. А, кстати, помнишь, такая в детстве игра была, нет? Мотовальчик по заказу? Ну, нет. Как-то... Ну, короче, в детстве была такая игра, что... Блин, вот тебе нужно там... Ладно, забейте, я пошутил. Не, ну серьезно, была похожая игра. Да что мне нужно? Что за игра? Я не очень понял про твои объяснения. Ну, игра была такая. Кстати, конь идет в бой, ты видишь? Да, конь идет. Нельзя делать так, чтобы его поменять. Ни в коем случае не ставь его на белые клетки. Он уже на белые клетки. Нельзя так делать. Понимаешь, конь каждым ходом он с черной клетки перемещается на белую и наоборот. То есть мы не сможем дать мат кален, не ставя его на белые клетки. Стоп, вот он сейчас захочет уйти в 2-0. То есть ты считаешь, что конь ПТ это не угроза? Я согласен, что это не угроза, но он-то об этом не знает. Было бы интересно, знаешь, вот в эту рубрику бурятся люди из нашей группы. В эту рубрику? Ну да. Попробую, что они же будут ловить ту фигуру, фигуру, которая... Но при этом не предупредить их о том, что какой именно фигура им хотят дать мат. Ну они это очень быстро поймут, когда будут знать, что это именно такая рубрика. Вот, там, тем, но мы не можем. Стоп, стоп, мы можем, знаешь, как сделать? Мы можем, ферзь А3, БС, ой, БА и конь С3. Да мы можем сразу конь С2 и та же самая вилка, но мы не сможем коня потом отдать. Так что это не обсуждается. Как выдать мат конем в этой позиции? Да легко, вот уже, уже картинка уже вырисовывается. Но... Нужно отрезать поле Ф1, да... Понимаешь, надо это как-то очень, очень ненавязчиво сделать, чтобы он не сдался. Потому что он какой-то маньяк с дачей просто. Маньяк. Так, ну вот... Ой-ой-ой. Я понимаю, что мат грозит, а он сейчас значит от него защищаться. В этом и смысл. Но он придет G3. Да, я не вижу, как коня туда притащить. На F3? Да на F3 понятно, как он оттуда будет матовать. Нам нужно занять... Ада... Я вижу, как ты их кону ферзем заватовать. Слушай, тяжелая задача. Нам нужно как-то... Знаешь, как сыграть? Что-нибудь типа... Ферзь F3, слон G2, конь E2... А, нет, это... Ферзь H3, слон G2, конь F3 мат. Вот так. Да, только когда мы такую конструкцию поставим, сразу перед конь F3 мат он удастся. Ну а что делать? Важно нет, наверное. Ну, король H1. Вот так. Будем нагнетать давление как-то, пусть он понервничает. Кстати, у него, знаешь, есть интересный ход. Сейчас пойдет какой-нибудь конь D5, вот так вот, смотри. Вот 100 баллов, конь D5 сейчас будет исполнен. Ну, мы там можем защитить, этого коня, там 1G4 сыграть. Он же не знает, опять же. Конем, с какого поля он матрует, я не пойму. Мы по 1-ой там мат не получаем, нигде. Нет, с какого поля матрует конь, думай. В этой позиции? Да. с F2. Можно взять ладью попробовать. На F1? Да, на мат, ну там не мат. Нет, там ничего. Я понимаю, но... И что это даст? Ну, как это? Пункт F2 ослабится. Сейчас просто ладья его защищает. А, стоп, стоп. Пункт F2 не ослабится, ферзь держит. Ф2. 59 секунд, бей, бей ладью. Дальше будем думать. Теперь нам нужно аккуратно привести ферзя куда-нибудь. Ты видишь вообще, как бы этим отханил? Нет, пока. Ну да, H5. Здравая идея. Что? Самая напряженная рубрика из всех, которые были. Во всех. Потому что слишком много факторов. Его неожиданная сдача, его желание выиграть в то же время. Как-то... Так, перекрытие. Вот, реально, матуют только с пункта F2. Вот сейчас сыграл бы он GH, был бы прикольный. И что это даст? GH, по-моему, нам поможет. Да, после GH мат в один ход. Можем дать, но толк с этого. О, я нашел один мат. Сейчас награем H3, слон H3, ладья D1, KG2, KG4, мат. Так. Хочет Fc8, Fh3 сыграть. KG7. Туда пешка. Черт, как близко-то. Он же не добавит нам времени ни за что. Нет, не добавит. Ну давай проверим. Вдруг он не найдет Fc8. Можно он пласту ой. Вдруг он не найдет Fc8, я имею в виду. Черт. Обидно. Он хочет ничью. А ничья не ничья, это не важно. КОРОЛЬ КОРОЛЬ ИДЁТ НА... КОРОЛЬ ИДЁТ ЗАМЕНЯТ ПЕШКУ НАШ ШТРИНЬ. Черт, ну вот понимаете, что мы сознательно играем полную чушь. Страшный, откровенный нонсенс. КОРОЛЬ 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 Ну все, мы уже, вот это был единственный шанс. Думаешь, все, больше нету? Да, думаю, что мы не успеем, но и не сможем вообще. Да, это будет тяжелый выход, но надо продолжать, рано или поздно мы это сделаем. Уже 14 минут идет запись. Ой, Ферзя подбой. Отлично. Появляются шансы. Сейчас сдастся, блин. А, нет, он не сдастся, у нас мало времени, отлично. У нас мало времени, не отлично, звучит странно. Вот он сейчас пойдет аж 4, от всего избавится. Или вообще не пойдет? Ну люди, люди болеют за нас, я тебе говорю, я прям уверяю. Вот они сейчас смотрят и болеют. Да. О, Боже. Озел. Вообще. Играем, значит, давай найдем другого, блин. С этим невозможно играть. Пауза. Итак, мы продолжаем. И вот этот конь, ребята. Надо играть открытые дебюты, не хит. Да нет, наоборот, надо вот как-то... Ты понимаешь, в какой игре больше всего наш шанс сдать мат конем? Мы должны проседать по времени и перейти в эндшпит с лишней фигурой, все поменять и остаться с одним этим конем. Только там мы там сплетем матовую сеть, да? Да, то есть мы сейчас должны играть как-то позиционнее, наверное. Не знаю, меня очень трудно судить, если честно. Это очень тяжело. Да, если он сейчас пойдет в лун G5, то я даже не знаю, что делать. Ладно, он не играет. Ладно, все пока идет плохо. Он однозначно быстрее наших предыдущих соперников. Так, спрятали, спрятали нашего парня. Да хорошо, значит, там не придется делать искусственных пауз, чтобы проседать по времени. Да, только главное, чтобы нас не обыграли, а немножко внесет такой своеобразный элемент. Может быть, А4 где-нибудь? Смотри, у нас конь на F1 стоит ужасно. Он не должен его хотеть менять. Ну да. То есть нужно эту фигуру изуродовать. Да. Ж3 не так на Е. Ж3 на Е у нас безнадежно. Это довольно печально. что делать? Конь G3, конь G3, конь G3, блин, так не хочется. Ладно. Ну, это, конечно, уже очень опасно. По идее, мы грозим конь H5 побить. Он думает, что мы грозим. Ты согласен? Ну да, но конь H5, конь H5, конь G3. А если он сейчас сыграет DE? Мы сыграем нет, не DE. Черт. Может, позиция не такая хорошая. Пора еды играть. Да, у нас все провиснет. А что делать? Ладно, Ферс C2 пока. Держим напряжение. Тяжелейшая, просто тяжелейшая партия. Соперник, хорошо, по-моему, играет. Давай посмотрим его рейтинг. А, чутные. кандидат мастера, блин. Мы пытаемся кандидата в мастера дать мат фигуры на заказ. Это просто жесть. Страшное умижение. Ну блин, он плотно играет, согласись. Все-таки кандидат мастера. БЦ. Д5 нет такого? Д4, Д4, нет? Д4. До еды играем. Знаю, из кона как-то позиция вскрывается, нас могут коня поменять. Так. У нас очень мало времени. Да, это не тот запередник против которого это получится сделать, если честно. Я уже вижу. Ладно, С4, С4, Канб4. С4, да. Что делать вообще? СД2 хотел. Я ферси 2 хотел предложить. Так у нее 4 отличный ход, но блин, так нельзя играть. Потому что он 100% съест его ханя, съест пешку и у него там будет хуже, но это кого он? Ну давай это будет последняя партия в нашем новой. Ну мы должны хоть одну выиграть. Нет, я про то, что не выиграем, люди будут ждать пока выиграем. Замечательно, хорошо рассказал. Вот, ой-ой-ой. Ты точно туда попал? А куда я должен? На 8 под бой. Так, здесь пора поменять ферзей. Так, ну вот, чё? Надо было основной в 7 сразу бить, наверное. Хотя бы это было более... Там позиция, видимо, та же самая, но так сильнее угнетало его, наверное. Что я несу? Угнетало. Чё у нас получилось по материалу? Лишнее количество. Сейчас нужно так у меня аж 5 играть и выигрывать, но так нельзя. Это понятно. Нужно конец поменять. Ну надо как... Ладно, конец 5. Может быть, как-то что-то, какое-то чудо нам поможет. Да, какое-то чудо? Е4, надо менять коня. Иначе он просто съест. Да ладно, конец 4, ладно, конец 4. Ну, конец 4, это, по-моему, не туда. Ну, понятно, что не туда. Ну, блин, ты же сам... Ну, сейчас на Е6. Сейчас надо на Е6. Да, 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 давай, 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 он не настроен сдаваться, я уже видел. Стоп, что нам нужно сделать, чтобы выиграть? Давай, полетим, у тебя 25 секунд. Матовую сеточку. Что нам нужно сделать? Дать мат конем, ты не помнишь, что ли? Какой из них вообще нам нужно? Вот этот, по-моему, да? Да, с которой нацепят. блин, как лучше. Все, минимум, вот этим можно бить, Да, вот этим можно, все, отлично. Нужно ладьми заехать, и вести конь. Хотя, С8 был мат, но ты понимаешь, что мы не можем его бить. Вот, сладкая клеточка, же 6, разобладилась. Слон Е5, ну, блин, вилка, как ты не можешь ее не сделать? Все, конь Е6. Конь Е6. Он же нам не добавит ни за что. Конечно, Мы пока близко. Я не вижу, с какого поля давать мат конем тут. И у него сейчас флак упадет, а мы не можем ему добавить. Ладно, как олянды вперед. Понятно. И пешки, пешки. Пешки короля. 5 секунд. И вот, вот он почти здесь уже. Здорово! Да! 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 ребят, это жесть. Конь Е6 мат. Не, Никит, это уровень, я считаю. Ты здесь вообще? Да, да. Ты там выпрыгнул из окна, часть. Мне, с первого этажа, они далеко падают. Не, ну, это эпично. Так, подожди, точно тот конь был, надо проверить. Точно, В какой-то момент были, были рядом. Сейчас, подожди, нет, нет, дай им, дай им. Наш на Д2. Мы следим, давай медленно, у меня есть управление клавиатурой? Нет, смотри. Медленно, давай медленнее ставь, вот мы следим за этим конем. Вот он сейчас стоит на Ф1. Вот, давай побыстрее, он перемещается. На Ж3 он все еще старит. Да, ему весело. Вот конь пошел, конь Аш5, конь Ф4, конь Е6, конь Ц5, конь Д2. Вот, он на Б3 сейчас, я Ц7, он зашел. Ну все, здесь уже единственный конь, понятно. не, ну вот это... Тут я по-моему, конь Аш5 я прочувствовал, я понял, что он сейчас будет шлюпать и вернет коня на место. Понятно, что если он сейчас играет в Ж4, то мы не успеваем, или Е3. Я уже знал, что он уберет коня, и это так и случилось. И тут иди сюда. Всем спасибо за внимание. А, в комментариях пишите, какой фигурой мы матуем в следующий раз. Да, опрос делаем, опрос. Надеюсь, это будет не пешка, а два. Хотя, может быть, она это и бустит. Сразу уточним, что если вы говорите пешку, то мы имеем право матовать превращенной пешкой. Да. Что-то абсолютно невыполнимое. Или вы можете сказать, какая пешка и во что ее превратить. Ну, нет, это тоже невыполнимое. Нет, потому что если пешка слона, то как-то у меня. До новых встреч. Это либо фигура конкретная, либо конкретная пешка, но с возможностью превращения.